Беспокоит ли вас что-нибудь? Бывают ли у вас неудачные дни? Это вопрос от Субашини. Во-первых, у меня нет дней. Потому что дни существуют только в памяти, в реальности существуют только сейчас, не так ли? Да или нет? Сейчас проблема заключается в человеческом интеллекте. Видите ли, все гаджеты, которые у вас есть, я знаю, он смотрит свой любимый гаджет. Что вы используете, Apple или Samsung? Apple. Я спрашиваю, потому что это религиозный вопрос. Это почти все равно, что спросить, вы индуист, мусульманин, христианин, кто вы? Вы Apple, Samsung, BlackBerry. Вы почти что дошли до такого, не так ли? Из всех гаджетов, которые у вас есть, включая даже устройства от Apple, разум человека — это самый сложный гаджет на этой планете. Вы согласны со мной? Да. Все остальные гаджеты произошли от него. Но мы настолько заняты, глядя в iPhone, что мы совершенно не замечаем «I». Я. Сейчас большинство людей… Давайте не будем говорить «большинство», слишком большое количество людей не видит в этом разуме того чуда, каким он является. Для большого количества людей разум превратился в машину по производству страданий. Все страдания, все людское горе на этой планете. Где оно производится? Мадрасе? Нет, оно производится в вашем разуме, не так ли? То, что должно было быть величайшим чудом, к сожалению, стало источником страданий. Почему? В вашем разуме можно выделить два аспекта. Один аспект — это восприятие, понимание. Другой — это память. Образовательная система на 100% основана на запоминании. И от этой системы вы сейчас страдаете. Вам достаточно лишь зазубрить что-то и потом просто повторить этот материал. Сейчас вы воспринимаете интеллект только как память. Сегодня вечером в гостях за чашечкой чая. Особых знаний от вас не потребуется. Просто посидите в интернете, выберите несколько фактов о галактике Т-64, о которой никто ничего не знает. Что-нибудь о ней прочитайте, и потом выдавайте эту информацию всем подряд. Люди подумают, что вы умны, потому что, к несчастью, сейчас интеллектом считается только память. Как только вы погружаетесь в память, ваш интеллект становится очень цикличным, потому что он самыми разными способами начинает перерабатывать прошлое. Это выглядит интеллектуальным для тех, кто этого не понимает. Но на самом деле это ерунда. Сейчас нам известно, что в память микрочипа можно записать больше информации, чем способен запомнить ваш мозг. Это не интеллект. Память — это просто ресурс, но это не интеллект. Природа разума и цель интеллекта человека состоят в том, чтобы проникать. У него такие большие запасы. Он настолько сильно отождествлен с памятью, что потерял свою проницательность. Интеллект все равно, что нож. Он может разрезать что угодно. Но сейчас у вас нож, в котором застряло яблоко. Теперь, что бы вы ни пытались разрезать, у вас ничего не получится, потому что в нем застряло большое яблоко. В нем застрял огромный объем памяти, и он потерял свою возможность проникать. Это невероятная потеря, которая произошла с человечеством из-за природы образовательной системы, которую мы создали. Так что основной процесс духовного процесса заключается в том, чтобы заосрить интеллект таким образом, чтобы ваша память не оказывала на вас влияния. Ваш интеллект просто присутствует. Он видит все таким, как оно есть. Если этого с вами не происходит, то ваш интеллект станет источником вашего страдания. Образованные люди определенно страдают больше, чем необразованные. Не так ли? Они также и причиняют гораздо большее страдание другим. Планета страдает в основном из-за образованных людей, а не из-за малых грамот. Да или нет? Сама жизнь на планете оказалась под угрозой из-за образованных людей, потому что образование целиком основано на использовании памяти. Образование не построено на интеллекте. Нам необходимо это изменить. Если система образования ничего не собирается с этим сделать, то как отдельные люди мы обязаны изменить это, особенно если вы хотите стать предпринимателем. Предприниматель — это тот, кто должен создавать возможности там, где их не существует. Вот что значит предпринимательство. Не так ли? Продолжение следует...